О ситуации в Туркестанской области по телефону мы поговорим с заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Яроле Аклбековым. Яроле Нургалевич, здравствуйте. Скажите, какая сейчас обстановка в затопленных районах и сколько людей эвакуировали, где их сейчас разместили? Здравствуйте, полковник Аклбеков. У нас в Туркестанской области из-за выпадения обильных остатков, где дождя, было частично потоплено дворы домов. Это пяти районов. Это, как говорилось раньше, Туркестанской области, Казгурском, Байдвейском, Сарамском и Туркестанским районам. По Казгурскому, Байдвейским и Туркестанским районам, по четырьм районам уже аварийно-спасательные работы прекращены. То есть там сейчас в данный момент рабочая группа комиссионно обходит все дворовые дома и собирает информацию по нанесенным ущербам. По Туркестанскому районам тоже состояние сейчас стабильное. Также там же ходят комиссионно и осматривают данные там жденные дома. Угроз и жертв на данный момент нет. Угрозы все снято. А вот по официальной информации наводнение произошло в пяти районах области. Скажите, достаточно ли ресурсов для устроения последствий ЧАЭС в связи с тем, что сейчас много спасателей ведь находятся в Макторальском районе? Да, ресурсов у нас хватает. Помимо этого нам же помогают местные исполнительные органы. К примеру, вчера у нас на ликвидации данной чрезвычайной ситуации было задействовано 242 сотрудника, 16 единиц техники и 47 мотопонтов департамента ЧАЭС. Также от местного исполнительного органа работали на месте 256 работников и 46 единиц техники. В департаменте от валюты нам пришли 116 сотрудников и 27 единиц техники. Я считаю, в этом направлении у нас силы искать хватает, так что население не стоит переживать. Яролом Нургалевич, а вот скажите, есть ли информация о разрушениях? Кроме жилых домов, есть ли поврежденные участки дорог, мостов и социальных объектов? Да, есть поврежденные. Произошел в разных четырех мостах местного значения. В Телебийском районе, в сельском округе Каскасу. Это, если так сказать, мост для перехода в мечеть, второй мост у нас на переходный пункт и два моста для прохода домашних животных. В данный момент. И это было, также был поддержка восьми колосов кота, это четыре крупных рогатых и четыре много рогатых скота. Вот именно о разрушениях социальных объектов есть информация? Нет, социальных объектов нет у разрушения такого. Ясно. Хорошо, спасибо вам за информацию. Напомню, мы беседовали с заместителем начальника департамента по чрезвычайным ситуациям в Туркестанской области Ерала Ахалбекова.